9-1-1, по какому адресу случилось происшествие? Я живу на... это рядом по соседству. Она пришла и сказала, что кто-то стрелял в ее соседок. Хорошо. Это случилось только что? Да, она говорит, что это только что произошло. Ей необходима скорая и полиция. Хорошо. Она сказала, что ее соседка Эшли все еще жива. Она все еще жива? Она сказала, да. Скажите, сделайте ей глубокий вдох, хорошо? Я сейчас спрошу у вас несколько вопросов. У Эшли серьезное кровотечение? Она сильно истекает? Она говорит, да. Хорошо. Мы знаем сознание или Эшли? Я думаю, нет. Я имею в виду, что она просто увидела ее и сразу побежала. Хорошо. 7 января 2018 года мужчина позвонил в 911 около 9.30 утра. Он сказал, что его соседка Одри прибежала и сообщила ему, что ее соседки по комнате были застрелены. На заднем плане звонка слышна Одрия, и мужчина говорит, что одна соседка по комнате точно мертва, а другая сильно истекает кровью. Когда прибыла полиция, их встретила Одрия, которая была снаружи дома. Она сказала, что прошлой ночью ночевала у подруги и, вернувшись домой, увидела, что заднюю дверь взломали. Одрия также добавила, что видела следы на снегу и обнаружила соседок в их спальнях. Лорин была мертва, а Эшли тяжело ранена. Полиция вошла в дом и сразу же услышала, как Эшли зовет на помощь. После того, как они очистили место происшествия, полиция обнаружила Лорин, лежащую на своей кровати. В нее стреляли несколько раз. Эшли лежала на полу в своей комнате. Кадры с нательной камеры полиции довольно ужасны. Эшли явно в шоке и умоляет полицию не причинять ей вреда. Полиция спросила ее, знает ли она кто-то сделал. Очевидно, что девушка не понимает, что происходит. Она была раненая в затылок и еще несколько раз в различные части тела. Полиция отнесла Эшли в машину скорой помощи и ее отвезли в больницу. Они получали новости о состоянии Эшли и вот, наконец-то, им сообщили, что Эшли пришла в себя и не могут взять у нее интервью. Значит, суббота. Что я делала до того, как получила ранение? День до того, как меня ранили. Мы поехали в место в Ливингстоне. Это был как отель. Вы сказали, что Ральф подвез вас домой? Да. Можете мне сказать, помните ли вы что-то с дороги домой? Я не помню много, нет. Возможно, если вы будете спрашивать более конкретные вопросы, я смогу ответить, я не знаю. Вы помните какие-нибудь разговоры между вами? Не особо, нет. С момента, как Ральф вас подвез, какую последнюю вещь вы помните с того вечера? Последняя вещь, которую я помню, это поцелуй и спокойной ночи в машине. И он сказал, что посмотрит, как я зайду в дом. И я ему сказала, что да, конечно. Я пошла в дом, закрыла дверь, очевидно. И реально с того момента я не помню слишком много. Полицейские вернулись на место преступления и собрали несколько гильз от малокалиберного пистолета. Они также сняли отпечатки обуви по следам на снегу, которые шли от передней части дома к задней двери. Полиция не знала, кто был намеченной целью, Лорин или Эшли. Поэтому они решили поговорить с бойфрендом Эшли, Ральфом и мужем Лорин, Джозефом. Ральф, я детектив полицейского участка. Я проделал определенную работу с тем, что видел в доме. У меня есть определенная информация, и у меня есть вопросы по поводу того, что я там увидел. Понял. Расскажите мне, когда вы начали встречаться? Приблизительно декабре прошлого года. Чуть больше года. Как вы можете описать ваши отношения с ней сейчас? Мы пробовали расстаться в течение нескольких недель. Практически на этой неделе мы вместе решили, что это правильное решение прекратить отношения. Когда последний раз вы с ней контактировали? С Эшли? Прошлой ночью, когда я ее подвозил. Это было после поездки в Линнгстон? После поездки в Линнгстон это было около 9 часов. Когда вы пошли спать прошлой ночью, Ральф? Приблизительно... Я обычно еще сижу в телефоне, я пожелал спокойной ночи Эшли, и еще какое-то время бодрствовал, возможно, час. Значит, вы думаете, что около 11 часов пошли спать? Думаю, да. Вы пошли куда-то потом? Нет, я был дома. Вы пробовали убить Эшли? Нет. Вы пробовали убить ее соседку? Нет. Вы были в том доме прошлой ночью? Нет. Вы мне верите? Боже, вы здесь так спрашиваете, все. Вы готовы дать нам на проверку ваш мобильный телефон, чтобы получить сведения о вашем местонахождении? Да. Да, конечно. Как можно понять из разговора, Ральф полностью сотрудничал со следствием. Он позволил им провести обыски его телефона, место жительства и сделал ДНК-тест. Он выразил желание помочь следствию, как только мог. Полиция смогла быстро проанализировать его потенциальную роль в убийстве. Итак, поговорив с парнем Эшли, они решили, что целью, вероятно, была Лорен. Ее мужа Пола вызвали на допрос. Следователь сказал ему, что причина, по которой он был там, заключалась в том, что в доме Лорен были проблемы. Итак, причина, по которой я хотел с вами поговорить, есть определенные обстоятельства, которые произошли в доме Лорен ночью и утром. Я просто хочу обсудить с вами некоторые вещи. Были ли вы где-то рядом? Поэтому мы хотим поговорить с вами. Вы проходили через развод, поэтому нам нужно выяснить, что вообще происходит. Абсолютно любая деталь, которую вы нам дадите, внесет ясность. Это нам очень поможет. Это новость для меня, и я ничего об этом не знаю. Неожиданные новости. Они сказали мне, когда забрали меня, что расследуют убийство. Я не думал, вы знаете, просто что-то странное происходит с тех пор, как я был в Бозмане. Понимаете, о чем я? Да. Разрешите мне сразу спросить. Я понимаю, независимо от ваших отношений. Я любил ее. Лорен очень важна для вас. Я люблю ее. Мне жаль, что вы проходите через это. Можете мне рассказать о том, как проходило ваше расставание? Все зависит от того, кого вы спрашиваете. Для нее нормально, а для меня действительно тяжело. Я хочу знать с вашей стороны. Я... Мне сложно было это принять. Понимаете? Можете начать с хронологии событий вашего прошлого вечера, прошлой ночи? Настолько деталей, насколько это возможно. После ужина. Расскажите, что вы делали. Я снова лег спать. Я не знаю, как я долго спал. В котором часу, вы думаете, вы пошли спать? Господи, было поздно. Вообще, я еще выходил. Я взял шесть упаковок пива около полуночи. Пошел в Таунпамп. Пошел спать около двух. Это было около полуночи. Вы взяли шесть упаковок пива, верно? Да. Лорин Девайз была замужем за Джозефом Полом Девайзом. У них был совместный ребенок. Дочь. Она работала менеджером в местном банке. Лорин переехала к Одри и Эшли где-то в ноябре 2017 года. После того, как в ее отношениях с Джозефом дела пошли не так хорошо. Неудивительно, что их брак распался. Они спорили на публике и дома. Джозеф обвинил свою жену в неверности. У него было двое детей от предыдущих отношений. Натали, которая тогда была семнадцать, и Джо пятнадцать лет. Но Джозеф ясно дал понять, что Лорин больше не рада в их доме. Несмотря на то, что она находилась вдали от детей, ее новый дом казался ей убежищем, где она могла восстановить свою жизнь. Лорин даже призналась своим соседкам, что Джозеф оскорблял ее. Он по-прежнему вел себя ужасно. Ссоры продолжались, он установил GPS-слежение на машину Лорин, чтобы попытаться поймать ее с другими мужчинами. С наступлением нового года казалось, что жизнь Лорина и Джозефа начинает налаживаться. Они должны были встретиться с 7 января, чтобы обсудить развод. Но утром 7 января Лорин была мертва от индустриального ранения. Кроме того, работодатель Лорин предоставил записи о двух случаях, когда Лорин пришла на работу с синяками, а позже попросила не впускать ее мужа, если он придет на работу. Сын Джозефа Джо был доставлен на допрос. На момент убийства ему было 15 лет. Для понимания, кто я. Мое имя Джереми Копп. Я сержант уголовной полиции. Хорошо? Очевидно, вы знаете, что произошло с папой. В связи с этим, я пришел сюда и хочу с вами поговорить. Хорошо. Хорошо. Какие были у вас с ней взаимоотношения? Мы были близки. Она была мне как мама, но она ее не была. Она была почти как мама. Хорошо. Давайте вернемся к субботе. Опишите мне ваш субботний день. Хорошо. День перед воскресеньем, значит, суббота, так, утро субботы. Я проснулся около 12. Почему вы с ним пошли? Я с ним пошел просто. Да? Извините, я имею в виду, вы провели время вместе с отцом? Да. Вы парни, достаточно близки. Да, поэтому мы сказанного достаточно. Да, чтобы мы не делали. Значит, вы с папой пошли за пивом. Да. Хорошо. Значит, вы не помните звук открытия двери или что-то такое, когда вы пошли спать. Было тихо. Хорошо. Значит, так. Важно то, что вы и я мы как бы прорабатываем все детали. И важно быть предельно честными друг с другом. Хорошо? Хорошо. Это очень важно. Как вы думаете, что могло произойти? Она была у себя дома, спала, как я знаю, как мне сказали, это могли быть наркотики. Я не знаю. Насколько я знаю, это могли быть наркотики. Не знаю. Как вы думаете, кто мог такое сделать? Не имею понятия. Никаких предположений? Никаких предположений? Никаких предположений. Вообще? Я правда не знаю, кто бы это мог быть. Я имею в виду, это не мог бы быть папа. Он очень любит свою семью. Получив результаты из криминалистической лаборатории, полиция обнаружила две пары следов на снегу. Одни были меньше других. Следователи вернули сына Джозефа для допроса. На этот раз с ним была его мама. И он продолжил свою историю с предыдущего интервью. Но полиция была уверена, что он не все им рассказал. Джереми Копп, младший шериф округа Галатин, сказал Джоз, что ему нужно сказать им правду. В конце концов, парень сломался и сказал, что у него не было выбора. Это почти то же самое, что вы мне рассказали вчера. это печально. Потому что я не думаю, что это то, что на самом деле произошло. я надеялся, что сегодня мы сможем, вы и я, мы сможем прорваться через это и поговорить о том, что действительно произошло. Потому что если я, если я не могу сделать так, чтобы вы были со мной честны, то я не могу помочь вам. И я не верю, что вы со мной полностью честны. Я точно не знаю, почему, но я не собираюсь сдаваться. Я думаю, что мы сможем с этим справиться. Хорошо? Я знаю, что это очень сложно сидеть тут для вас. Я знаю это. Я вижу этот тяжкий груз. Я смогу помочь в том случае, если мы будем честными друг с другом. я не смогу помочь просто так. Я не смогу ничего сделать сам, если вы и я, если мы не будем честными друг с другом. Это был ваш папа? Давай, сынок. Он сказал тебе идти спать? Да, он сказал идти спать, и я сказал, хорошо. И что он сказал вам потом? Он сказал, спокойной ночи, сынок, я люблю тебя. И я не знал. Я сказал, я люблю тебя, дорогой папа. И я пошел спать. я слушал, как папа уходит. Я люблю тебя. А вы знали, что он собирался сделать? Если бы я знал, я бы остановил его. По типу, папа, ты не можешь этого сделать. Мы тебя потеряем, ты не можешь этого сделать. Я не знал. Он не сказал. я бы остановил его. Я бы сказал, что что-то не может его сделать. Я бы остановил его. Это был он или вы? Скажите мне. Это был не я, это был он. У меня не было выбора. Я чувствовал себя в опасности. Мои сестры были в опасности. У нас не было выбора. у вас не было выбора. У вас не было выбора. Вас заставили? Да. Он заставил вас пойти с ним? Да, у меня не было выбора. Я боялся за своих сестер. Я знаю. Я должен был. Я хотел, чтобы они были в безопасности. я знаю. У меня не было выбора. Я должен был. Как далеко вы зашли? Я зашел в дом. Как далеко вы зашли в дом? Зачем ты зашел? Вы видели лестницу? Да. Вы слышали его? Да. что вы слышали? Я слышал выстрелы. Я посмотрел на папу и сказал да что с тобой не так? Он сказал пошли. Садись в машину и я сел. Он перевез меня домой. Боже мой. Я знаю что он тебя заставил. В телефоне Пола полиция обнаружила текстовые сообщения и аудиозаписи где можно услышать как Джозеф говорит Лорен что собирается ее. Ты мне всегда говорил что я не права. Ты лживая. Я порежу тебя. Я собираюсь убить тебя. Посмотри это то о чем я тебе говорю. Я пытаюсь объясниться перед тобой но ты потому что лживый кусок я собираюсь убить тебя. ты умрешь. Зачем ты мне это говоришь? Потому что собираюсь это сделать. Я устал от того как ты смотришь на меня. Это невинность фальшивка и говоришь мне о том какой я ужасный. Я не делаю этого. Я все для тебя делала. Я от всего отказался ради тебя. И единственная вещь за которой ты когда-либо плакала это ты. Понятно что мотивом был гнев и если я не могу тебя никто не может. Джозеф перестал перед судом в декабре 2018 года. Несколько человек включая одрию свидетельствовали что Пол оскорблял Лорен и что она раньше видела травму у нее. Дети Пола также свидетельствовали. Его сын Джо сказал что отец заставил их носить перчатки и маски. Джо сказал что пистолет который использовался был тем который он узнал и видел как отец стрелял раньше из него. Джозеф заставил Джо избавиться от пистолета принять душ и сказать всем кто спрашивал что они всю были дома и смотрели телевизор. Дочь Пола Наталь сказала что Пол был жестоким и говорил ей что он убил Лорен. Наталь также сказала что Пол хотел чтобы Джо взял на тебя вину за убийство. Самое сильное свидетельство исходило от Эшли. Ее спрашивали о том как ее расстреляли и о том что напомнит. Эшли рассказала что она учится делать повседневные вещи заново. Говорен к 220 годам лишения свободы. Джо таки не предъявили обвинения. Что ж можно с уверенностью сказать что Пол не становится отцом или мужем года. Он был взбешен тем что Лорен наконец собирается сбросить его и заставил своего 15-летнего сына помочь ему избавиться от улик и солгать за него. Не жаль Семи Лорен детей и Эшли Эшли действительно сильная духа. Надеюсь что она проживет свою лучшую жизнь. Благодарю юные детективы за просмотр этого ролика. Поставьте комментарии по поводу этого дела. Поставьте лайк если вам понравилось это видео и берегите себя и друг друга. До встречи в следующем ролике. Пока.